Девушки отдыхают Здравствуй, Санкт-Петербург! Ты встречаешь нас с солнцем, ясным небом. У нас с любовью я в очередной раз убеждаюсь, что это взаимно. Санкт-Петербург он вот такой торжественный, грандиозный, величественный, нарядный, эмоциональный и не оставляющий равнодушных. Там своя атмосфера. Это не город-музей, где на небольшом пятачке исторического центра гуляют только туристы, а немногочисленные жители прячутся в часы пик от этих толп в своих квартирках. Петербург живой, настоящий. Он совсем не музейный, он просто кипит энергией и заряжает ею. Многие поезда приезжают на московский вокзал, он в самом центре города. И когда выходишь на площадь Восстания, сразу замирает сердце, как будто ты ехал не по железной дороге, а на машине времени и оказался где-то веке в девятнадцатом, который в умах романтичных барышек окутан, конечно, дворцовой эстетикой и связан только с прекрасным. Эх, если бы еще и переодеть всех разом. Знакомство с городом у всех начинается похоже, с Невского проспекта. Эта улица протяженностью 4,5 километра сама по себе достопримечательность. Мы любим гулять по ней пешком. Всякий раз замечаешь то новое здание, то скульптуру, то деталь на особняке. Но особенное удовольствие сесть за столик в одной из пекарен или кондитерских и устроить такой неспешный завтрак перед небольшой утренней прогулкой и перед заселением в гостиницу. Очень здорово сидеть, смотреть на Невский проспект, попивать кофе. Это, наверное, самый лучший завтрак, который можно придумать. Пекарни кондитерские, пышечные. Это особенность ресторанного Санкт-Петербурга. У каждого такого заведения свое меню, свои рецепты. Есть некоторые особенности в том, как здесь подают кофе, капучино, все здесь очень в больших чашечках. И это не сетевые кафе, которые напоминают больше конвейер. Тут как-то уютно и тепло. Так приятно изучить меню, захотеть все сразу пирожные. Но все-таки остановиться вовремя, чтобы остались силы на прогулку. Когда первый раз приезжаешь сюда, думаешь, ого, какой огромный исторический центр. Но все-таки вряд ли осознаешь, насколько он огромный. Если есть только выходные, то успеваешь пройтись по Невскому, по Дворцовой площади и набережной. Возможно, заглянешь на стрелку Васильевского острова или даже прогуляешься до Петропавловской крепости. А обратно вернешься по Троицкому мосту. Вот, кстати, готовый туристический маршрут, который вполне реально преодолеть пешком за день. Но, правда, с неминуемыми остановками, чтобы посидеть, созерцая, сфотографироваться, выпить кофе и отдохнуть. Я в Петербурге вообще сложно передвигаюсь, потому что мне на каждом шагу хочется задержаться. И особенно, когда с погодой более чем повезло. Петербуржцы говорят, что у них сегодня первый день лет. Это 25 июля, между прочим. Потому что до сих пор такой хорошей, теплой погоды здесь еще не было. Ну, по крайней мере, так сказали местные жители, я уж не знаю. Но, собственно, мы уже здесь четвертый раз. И я могу сказать, что четыре раза с погодой нам, в принципе, везет. Если дождик идет, то это как-то непродолжительно. И вот такое солнышко мы все равно видим. Даже в гостиницу не хочется спешить. Вдруг дождь, вопреки прогнозам, все равно пойдет. Но такое здесь тоже может случиться. Правда, в какой-нибудь другой день. Не сегодня. Небо ясное, светит солнце, тепло. Вот даже куртка в руках, я ее не надеваю. Потому что очень комфортно так гулять. В общем, нам повезло, действительно. Город любит нас так же, как и мы его. Многим кажется, что оценить масштаб исторического центра можно сверху. Мы так сделали, когда приезжали сюда в марте прошлого года. Решили подняться на смотровую площадку грандиозного Исаакиевского собора. Сейчас это музейный комплекс. Но православная церковь, правда, периодически напоминает, что храм снова может стать храмом и пытается его даже вернуть. Но пока общественность Петербурга сопротивляется. Собор был разорен после революции. В 1928 году службы там прекратили. Еще через три года под сводами храма открыли первый в стране государственный антирелигиозный музей. Ну а мы преодолели лестницу, которая, как мне кажется, не для слабонервных. Но зато теперь мы можем увидеть город сверху. Несмотря на какую-то дымку, обзор, в принципе, неплохой. Рядом Зимний дворец, Адмиралтейство, где-то дальше Спас на Крови, порт с внушительными кранами. И все-таки, мне кажется, лучшие масштабы этого города ощущаются, когда ты по нему гуляешь, когда сворачиваешь с основных улиц. Уходишь и уходишь, казалось бы, от центра, но никак не попадаешь за его пределы. Вокруг все равно историческая застройка, ажурные ворота въездов, и сячные мостики, соединяющие острова, на которых раскинулся город. Конечно, есть и обшарпанные стены, и неприглядные дворики. Но не такие они уж и страшные. В один из них нам пришлось заглянуть, потому что номер в этот раз забронировали в мини-гостинице «Номера на загородном». Это название. Настоящий квест! Найти комнату 24 на третьем этаже, где единственная дверь с цифрой 29. Думай, что хочешь. Наш номер находится на третьем этаже. И, видимо, это что-то вроде просто обычной квартиры. Где же она? Поднялись выше, спустились ниже. 24-го нет. Но ключ подошел к двери на третьем этаже. За ней нашлись-таки несколько комнат. Да, конечно, непросто было найти нам наш номер на третьем этаже. У нас номер 24, на третьем этаже цифра 29, чтобы это значило обычная квартира. Но нет, оказалось, что это вход вот в эту часть отеля. На этаже камера наблюдения. Номер довольно просторный, светлый, чистый, но нет пена, например, и геля для душа. С душем у нас тут отдельные истории были. Во-первых, я не сразу сообразила, как его включать. Тут есть какой-то такой шаттл. Я его вертела, крутилась, что делать, ничего не работает. Оказывается, просто надо было повернуть наверх. И в зависимости от того, какой воду хочу, надо было либо влево, либо вправо поворачивать. Но не всегда это влияло на температуру воды, потому что она скакала, она была то холодной, то горячей. Среднюю было очень сложно поймать. И когда её поймать удавалось, потом она всё равно становилась либо холодной, либо горячей. Ну и тут, в принципе, вот раковина. 30 секунд, и всё, потоп. И потом надо ждать вот пару минут, пока вот это всё вот туда уйдёт. По одному полотенцу, но очень они сомнительные, мне показалось. К счастью, постельное бельё было новым и чистым. Вообще, какой-то такой странный номер несуразный. Он вроде как и достаточно большой, простойный. В общем-то, постель более-менее пойдёт. Ну, конечно, не самый лучший матрас, но нормально. Постельное бельё чистое, но при этом одно полотенце. Есть бумажные салфетки для рук, нет гели для души и шампуня. В общем, какой-то такой. Ну, переночевать в центре города, в принципе, за эти деньги в сезон, наверное, сойдёт. Это не первая наша гостиница в Санкт-Петербурге. В прошлый раз мы останавливались дальше. В Дворцовой площади, если считать её самым центром. Но на Невском, что, конечно, тоже не окраина. Прошлый вариант был куда симпатичнее и даже дешевле. Но лето есть лето. Говорят, и цены поднимают. Поэтому, чтобы сошлось всё, стоимость, уровень и близость, надо за пару месяцев тронировать. А мы спохватились всего за неделю. Но кто едет в Петербург сидеть в гостинице? Гулять и только гулять! Уже не первый раз замечаю, нам везёт на события. Когда мы приезжаем в какой-то город, там обязательно что-то происходит. И это обязательно что-то интересное, атмосферное, необычное. Например, в Санкт-Петербурге в ближайшее время пройдёт жеребьёвка к чемпионату мира по футболу. И вот Дворцовый мост уже украшен флажками такими. Не знаю почему, но ещё ни разу я не интересовалась заранее, какие мероприятия пройдут в городе, куда мы собрались на выходные. Тем не менее, скучно не было нигде. Наши поездки я могу назвать туристическим джазом. Есть, конечно, какой-то набросок из каких-то желаний, своеобразная мелодия. Но всё остальное – это импровизация, свобода и неожиданные повороты. И ещё о событиях. Завтра день военно-морского флота. Можете мне не верить, но я об этом узнала сегодня случайно. Услышала, что завтра какой-то праздник. Спрашивала, какой праздник, мне удивлёнными глазами так говорят – день военно-морского флота. Соответственно, когда я выбирала футболку, даже и подумать не могла, какой она будет актуальной для этих выходных. Но всё-таки о кораблях интереснее говорить, чем про футболку. Они не просто стояли на выставке. На них продолжалась обычная жизнь – экипажа с традиционным распорядком. Разве что появилось предпраздничное настроение, пейзаж сменился и внимания прибавилось. Здесь и подводная лодка есть – Краснодар. Мне, конечно, как жителю не приморского города, всё это очень интересно и всё это очень впечатляет. Эти корабли, эти лодки, конечно, мощно. Мне сложно рассказывать про достопримечательности. Я не экскурсовод, я не историк, поэтому делюсь своими впечатлениями и эмоциями. Могу сказать точно – можно как угодно относиться к музеям. Но посетить Эрмитаж стоит. Это не просто огромные экспозиции. Они расположены в самом настоящем дворце, где жили наши императоры. А вот слово «Эрмитаж» в переводе вообще-то означает «место уединения», «келья», «приют отшельника». Оно таким и было для Екатерины Второй, которая начала размещать в дворцовом флигеле коллекцию картин. В её время, следуя моде, все строили Эрмитажи в своих резиденциях. Это были небольшие здания, куда, если и могли попасть, то только самые близкие владельцы. Сейчас Эрмитаж в Санкт-Петербурге совсем не уединённое место. Ну а название распространилось на весь музейный комплекс. Дворец поражает своей роскошью. Правители империи не скупились на обустройство быта. Плюс они собрали уникальные коллекции произведений искусства. Правда, потом многие из них советская власть продала на аукционах. Но, к счастью, для нас не все. Эрмитаж – это не только картинные галереи, но и музей истории, музей быта. Это и открытые для посетителей комнаты императорской семьи, куда ещё сто лет назад вход был доступен лишь обитателям покоев. Тронные, бальные залы, залы славы – всё это очень мощно и грандиозно. Википедия гласит. Государственный Эрмитаж – это один из самых крупных и значительных художественных и культурно-исторических музеев не только России, но и мира. Каждый день многометровые очереди выстраиваются во внутреннем дворе Зимнего дворца, чтобы попасть в эти залы. Кстати, не бойтесь потерять всё время в ожидании. Движется колонна обычно быстро. Если очередь где-то до середины двора, то постоять придётся минут 40. Плюс есть единые билеты, возможность купить его через интернет, информации достаточно. Я же продолжу про впечатления и эмоции. Перенесёмся из марта в июль и покинем это место через солнечную дворцовую площадь. Она, кстати, не всегда была такой. Архитектурный ансамбль создавался во второй половине 18-го – начале 19-го века. Теперь дворцовая площадь входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО в составе исторической застройки центра Санкт-Петербурга. Вот эта колонна в самом центре дворцовой площади, она огромная. И она стоит под собственным весом. Её ничто не держит. Вот это сила тяжести. Вот это сила творчества. Архитектора Агюста Монферрана с 1834 года стоит. Санкт-Петербург – это уникальный, удивительный город для меня. Он обладает какой-то невероятной энергетикой и обладает влиянием. Я, например, здесь никогда не чувствую усталости. Вот сегодня с поезда, как всегда, не выспалась. 10 вечера, мы гуляем целый день. Я не чувствую, что я хочу домой, я хочу спать. Я знаю, что я пойду ещё на разведение мостов в час 25. Не все заберутся силами, чтобы не заснуть и заставить себя выйти либо из гостиницы, либо из бара ночью ради моста. А зря. Не надо думать, что на картинках видели и ничего там такого. Забегая вперёд, скажу – там такое! В общем-то, всё предсказуемо, но впечатляет сильно. Я сейчас стою на том месте дворцового моста, где он сегодня ночью разомкнётся и откроет путь большим кораблям, которые следуют из Финского залива по Неве. И вот под моими ногами щель, там плещется вода, и именно здесь этот мост разверзнется на две части. Летом очень сложно ориентироваться во времени. День кажется длинным. Смотришь на часы и поражаешься. Это всё магия белых ночей. Считается, что сезон белых ночей в Санкт-Петербурге заканчивается где-то в середине июля. Сейчас уже конец месяца, вроде бы белые ночи мы уже должны не застать. Однако сейчас половина одиннадцатого, и мы видим, какое светлое небо. Только-только начинают загораться фонари, но небо, оно в ясную погоду действительно, как будто бы днём или вот только-только начинается вечер. И это с учётом того, что светочувствительность фотоаппарата несравнима с возможностями нашего зрения. В конце июля всё-таки темнеет, но возвращались в гостиницу после мостов, мы уже будто на рассвете. В три часа ночи небо снова стало совсем светлым. Ну а пока кто-то теряет сознание в барах, мы идём к Неве. Час ночи, а на Дворцовой площади людей ещё больше, чем днём или вечером. И все идут туда, к Дворцовому мосту. Атмосфера такая, что ты и не помнишь. Про бессонную ночь в поезде и километры пешей прогулки днём. Со всех сторон музыка. Народ по-хорошему весёлый, поёт, укращает огонь, играет. Мне кажется, если бы знать заранее, и особенно про погоду, можно было бы не тратиться на гостиницу и провести эту ночь на таком неожиданном опен-эре. Это уникальный город. Здесь даже из технически необходимой вещи получилась достопримечательность. Все эти люди пришли посмотреть, как будет происходить разведение Дворцового моста. Дворцовый мост самый красивый. Пусть здесь будет это простое, но точное слово. Находясь там, немного теряешься. Смотришь внимательно, особенно когда время подходит. И ничего. Моргнул, и вдруг процесс уже начался. Дорога ожила и понеслась в разные стороны. Так это происходит в реальном времени. Когда находишься на набережной, не кажется, что медленно. Наоборот, не успеваешь закончить своё «ах», а дорога уже не дорога. Но всё же я ускорю. Удивительно. Вот была горизонтальная дорога. И вдруг за две минуты, хоп, и вот так. Фонари, асфальт, три полосы в обе стороны. Не знаю, может быть, это и нормально, может быть, это и давно. И современные технологии на меня впечатляют. Мозг второй раз взрывается, когда стоишь прямо напротив этого уже не моста. За минуты он превратился в речные ворота. У меня такое ощущение, что у меня не всё в порядке с головой. Дорога идёт прямо, а потом оп, и так наверх. Вертикальная дорога. Ангел. Господи. Утро вернуло меня в мой любимый Санкт-Петербург. Он всё такой же возвышенный, приветливый, солнечный и во всём индивидуальный. Многие, наверное, слышали, что в Санкт-Петербурге любят пышки. Вот и мы взяли с собой попробовать. Что же там такое? Так это же пончик! Где угодно, но не в Петербурге. Несколько слов про еду. Приятная находка для бюджетных туристов – столовые. Не одна забитая замызганная на весь город, а много. На каждом углу практически с атмосферой простеньких кафе. Блюда там недорогие и качественные. Я проверяла – не отравилась. Ничего особенного для гурманов, конечно, но поесть супы горячие в пределах 200-300 рублей можно. Когда едешь с семьёй, согласитесь, очень радует такая возможность. Ну и рестораны не отстают. Там вкусно, статусно, красиво и довольно дорого. С мужем мы как-то обедали у Гоголя. В общем, любители русской, изысканной кухни найдут, где себя побаловать. Сейчас, когда гуляешь по улицам Санкт-Петербурга, кажется, что в этом городе всё хорошо, всё идеально. И как будто бы здесь никогда не было никаких проблем. Но на самом деле город пережил блокаду, Великую Отечественную войну. Этот город каждый день обстреливали, сюда сбрасывали снаряды. Они попадали в эти прекрасные здания, те, которые мы сейчас наблюдаем. Никого не интересовалось, что это там культура, архитектура, не было важно. Кажется, что сейчас город уже не имеет этих следов, вот тех бомбёжек. Но на самом деле, если присмотреться на многих зданиях, например, на колоннах Исаакиевского собора тоже есть следы от попадания этих снарядов. И можно посмотреть, каких они размеров. Эти незаштукатуренные следы тоже часть истории города. Они не делают его мрачным или траурным, но они повсюду. И не замечать их нельзя. Как бы мы ни думали только о собственной радости в жизни, и как бы мы ни старались оградить свои тонкие души от проблем. Памятная табличка гласит, 148 478 снарядов было выпущено по Ленинграду с 1941 по 1944 годы. При этом тут, конечно, оставались люди. Они никуда не исчезли из своего родного города. И как же я рада, что те отважные петербуржцы пережили бомбёжки и голод, справились со всеми бедами, а затем возродили все эти прекрасные улицы и скверы. Не позволили отобрать жизнь у великолепного Петербурга. Что ж, помнить не значит грустить. Наши прадеды боролись за то, чтобы дать нам возможность быть счастливыми сегодня, сейчас. И нельзя упускать такой шанс. Тем более, что Санкт-Петербург поможет со всеми желаниями. Надо только монетками запастись. Думаете, чем тут все занимаются? Пытаются закинуть денежки под ноги коту. Обязательно нужно, чтобы ваша копеечка там осталась. Я не знаю легенды всего этого действия, но мы придумали так. С какого раза попадешь, столько лет придется ждать исполнения загаданного. Ну, может быть, вы придумаете свою историю. Есть кот. Говорят, есть зайцы в воде, и в них тоже надо попасть монеткой. Но самый известный персонаж Петербурга – это Чижик-Пыжик. Маленькая птичка притаилась на реке Фонтанке у первого инженерного моста. Собственно, не найти его – это еще надо постараться. Рядом всегда толпы людей. Когда мы приезжали в марте, закидали Чижик-Пыжика монетками. Благо, не зря они погружаются в речную пучину. Вот так их собирали. Как видно, не очень метких, гораздо больше, чем снайперов. Летом есть уникальная возможность посмотреть в лицо этой птички. Маршруты многих личных экскурсий проходят по Фонтанке тоже. Петербург – прекрасный город, и не надо рассказывать мне про погоду. Я влюбилась в эти улицы, когда шел дождь. Как ни странно, тогда, в первый раз, он все равно показался мне светлым и ярким. Вообще, побывать здесь и не промокнуть ни разу даже как-то обидно. Дождь все-таки тоже можно рассматривать как достопримечательность. Так что не расстраивайтесь, если что, и идите в Эрмитаж. Там всегда хорошая погода. А я заканчиваю свой репортаж-импровизацию с мыслями о том, как хочется снова вернуться на эти улицы, где когда-то гулял Пушкин и Гоголь, где писатели, поэты, музыканты черпали вдохновение, а свои произведения сочиняли за этими окошками. Хочется еще раз зайти в литературное кафе, постоять на набережной, посмотреть на город с прогулочного катера. Хочется подняться на стены Петропавловской крепости и поймать себя на мысли. А вот так Петр Первый смотрел на тот берег. Тут он просчитывал свой, пожалуй, лучший проект, как сейчас бы сказали. Нет, я не хочу быть императрицей и не хочу дворец, но хотя... Нет, все-таки слишком уж часто они там то убивали кого-то, то яд подсыпали, боялись измены все время. Я хочу просто приезжать сюда иногда, не спеша завтракать на Невском, любоваться архитектурой, приводить мысли в порядок и встречать ответные улыбки, улыбаясь другим, таким же, как и я, влюбленным в Петербург. Санкт-Петербург часто сравнивают с Европой, называют его Российской Венецией, но я была в Венеции, и эти города, они совершенно разные, абсолютно разные, они не похожи, мне как-то кажется странным их сравнивать. Для меня Санкт-Петербург – это российский город, это наш уникальный, прекрасный, замечательный, чудесный, любимый Петербург. Санкт-Петербург